Всем привет, ZBrush 7-очка, погнали новые фишки изучать. Допустим, вы решили сделать китайца, но у него на голове вот именно находится вот такая вязаная шляпа. Не знаю, с чего она делается, ещё информацию об этом не искал, но как её сделать, давайте рассмотрим вариант. Погнали. Откроем Tool, Спираль 3D, всё это вытягиваем, жмём Edit, Make Polymesh не надо сжать, заходим в Inicilize, и погнали, включаем H, и добавляем вот такие вот Coverage, вот так вот, побольше, потом Tuk, значит, название я его маму так чуть-чуть уменьшим, чуть-чуть вот так вот вытянем, чтобы получился выпуклость. И давайте теперь всё это дело немножко приберём, вот так вот. Вот таким вот образом. Чуть-чуть добавим, чтобы получилось вот, в принципе, в принципе, вот уже можно использовать это как шляпу. Сделать ZRMS и вот это всё вычистить, в принципе, гляньте, неплохо будет смотреться, да? Ну, давайте посмотрим, что ещё можно сделать. Тут вот можно и выгинать, чуть-чуть сплю с ним, вот этим вот действием, затем чуть-чуть вот так вот приподнимем, немножко сделаем уплотнение, вот так, вот таким вот образом, немножко добавим дивайдов, немножко твист, и немножко вот так всё это дело можно, вы видите, что перекручивать, и получается, меняется внешний вид. Вот такой переплёт может быть, в принципе, разный. Вот так вот можно сделать. Если немножко тут поработать, то и узоры получаются. Вот такая штука интересная. Так, теперь всё это дело можно уплотнять, уменьшать, и вот это дело всё, можно вот так вот всё делать. Вот. Теперь всё это дело можно утолщать, и немножко давайте это всё вытянем, вот так. Немножко сделаем потоньше, вот таким вот образом. Ну, в принципе, если ещё добавить коверинг тут эти вот, вот так вот, поплотнее, то вот с этим уже можно и работать. Вот, допустим, у вас намётка вот шляпы получилась, да? Принцип такой. Так, тут можно немножко подобавлять. Дивайды. Так, твист не надо. Надо побольше вот этих спиралей добавить. Вот так вот. Вот, в принципе, с этим уже можно работать. Так, теперь жмём Make Polymesh, заходим в Brush, и берём TheModellier. Включаем Poly-F, и теперь жмём пробел, выбираем, так, приблизительно, поближе, выбираем, выбираем Glid, и Poly-Loop, вот эту. И вот с нижней части, вот с конечной, можно всё это дело немножко поиздеваться. и вот с нижней части, и кем, Вот когда вы поудаляли вот эти полилупы, вот таким вот образом, давайте теперь выберем любую полигруппу, чтобы сделать, и будем уже с ней работать. Опять же жмём пробел, и жмём полигрупп, и жмём полилуп. Выбираем полигруппы, которые нам нужны, вот так вот их все отмечаем, вот так вот. Вот, и теперь Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. Выбираем любую, которая нам подходит. Вот, допустим, вот эта, да? Ничего так, прикольно сделано. Давайте посмотрим, какая ещё тут есть. Вот уже поплотнее что-то, поменьше. Вот таким вот образом. Ну, давайте выберем, наверное, вот эту. Заходим в геометрии, нажимаем Modify Topology, Dell, Hidden, скрываем то, что мы вот это убрали. Вот так вот. Вот получается у нас заготовка, и теперь заходим в строк, жмём Lazy Mouse, жмём Curve, Curve Mode, и жмём Curve Function, вот это Frame Mesh. Вот такая штукенция получается. Теперь заходим в кисти, жмём, если у вас уже кисть есть, допустим, там камыша или что там, верёвки. И находим то, что нам надо, кисть открываем, приближаем всё это дело вот сюда, и нажимаем на вот эту вот курву. Следом заходим в строк, жмём Delete, убираем курву. Вот такая штука получилась. Конечно, нужно кисть сделать другой. Здесь вот делаем опять Dell Hidden, опять выделяем то, что Ctrl Shift нам не надо, и тоже делаем, допустим, Dell Hidden. Так, всё, плетёнка получилась. Скрываем. Вот такая штукенция получается, жмём Dell Hidden, и вот вам уже, в принципе, или чашка, или шляпа для китайца, как вариант. Что-то вот в этом духе. Вот такой есть способ, который можно применить, именно для китайца. Всё это дело можно сделать потоньше, если у вас получилось слишком толсто. Заходите, и уже, наверное, вам известно, Deformation и Inflatten. Немножко это всё делая, вот так вот можно сделать, чтобы плетёнка была разная по толщине. Ну, короче, вот такой способ есть. Применить, как его, это уже вы посмотрите в своих моделях. Может быть, как салфетку, может, как, я не знаю, вот правда, шапка для китайца. Всё, вот нормально внешний вид чуть-чуть доработать, вытянуть, подкорректировать, и уже получается шляпа китайца. Или, допустим, получается ваза какая-нибудь, вот на стол. Можно нижнюю часть ещё добавить. Тоже неплохо конфетница. Словом, этот способ примените каждый именно для своей модели. Всё, всем пока, до свидания. Лайк, дизлайк, обязательно. Лайк, дизлайк, дизлайк.